Пока же нужно сказать, что представители шляхты чешской, которые попали в гусицкое движение, они, конечно, принесли с собой все воинские традиции, положенные рыцарству. А так как они были военные профессионалы, вокруг которых все строилось, эти обряды имели очень важное значение и стали распространяться потом вообще по всему, не важно, чашническому войску или даже табору, где была очень высокая концентрация, собственно, бедноты такой настоящей, подлинной, которая была именно поэтому страшно радикально настроена. То есть, что такое обычаи и обряды рыцарей? Понятно, это в первую очередь посвящение в те самые рыцари, и вдруг, что опять же нам дает... Что опять же служит нам очень дурную службу, они принялись посвящать в рыцарей обычных крестьян, или там горожан, которые сражались с ними бок о бок. И вот мы где-то там ко второй половине условно-гусицкого движения, там к 25-му, 29-му, 30-му году, видим там пана такого-то, ну, говоря по-английски, сэра такого-то, сэра этакого-то, а раз это оказывается крестьянин, а мы этого не знаем, и мы будем считать его дворянином, потому что сэр есть, значит, это явно дворянин, а кто же еще? Большие проблемы с этим. Конечно, тут же у нас есть большое вспомоществование, потому что очень часто писали, кто это. То есть, можно проследить его некую биографию. Это горожанин. Его просто ввод рыцарей посвятили в рыцарство, потому что он им сильно понравился, как он вел себя на поле боя. Или, наоборот, в виде аванса перед боем, чтобы приободрить. Изрядное количество людей, которые просто посмотрят и скажут, что я тоже хочу быть рыцарем. Там у них даже такая песенка была, которую дословно, если перевести на русский, это звучит так. Давно чехи говорили и пословицы умели, что подле доброго пана и кавалерия хороша, и верный слуга может рыцарство получить. Сам не знаю, но молва идет. Тут, конечно, необходимо отметить, что если крестоносцы Сигизмунда проигрывали очередное сражение, начиналась резня. Потому что ни горожане, ни крестьяне этих самых немецких рыцарей и примкнувших к ним каких-нибудь селестцев, поляков, которые тоже воевали против гуситов, их терпеть не могли. Кушать не могли. Да. К чему? Потому что это настоящий классовый враг, который из вас кровь пил натуральную сто лет. Все это помнили. Не упускали шансов. И просто не брали пленных. Откуда-то берутся пленные, которых потом меняют, продают, так это потому, что если повезло попасться местным дворянам, они пленных не просто брали, как в гуситской хронике написано, что они даже с риском для своей жизни вытаскивали вражеских рыцарей из-под цепов братьев. Потому, что для дворянина продажа пленного – это одна из регулярных статей дохода. Первое. Второе. Для чешского шляхтича немецкий херр был гораздо ближе, чем чешский крестьянин. Вполне естественно. И дворяне-то там воевали не для того, чтобы крестьянам стало лучше. Они воевали для того, чтобы, вы не представляете, им стало лучше. Им самим стало лучше. Потому, что, представляете, это именно национальный подъем. То есть, поднимается именно, что нация. А внутри нации есть классы, которые имеют свои классовые интересы. У чешского зиманства была проблема из-за того, что в самом деле непропорциональное представительство немцев на их земле получало гораздо больше прав, чем сами чехи. И у них от этого постепенно ухудшалось экономическое положение. Вот смотрите, я уже лошадь купить не могу. Из-за кого-то. Ответ понятен. Из-за немцев. То есть, нужно что сделать? А чтоб я мог купить лошадь, и лучше всего не одну. Для этого что нужно делать? Убивать немцев? Ни в коем случае. Нужно их брать в плен и потом продавать. Как раз именно за этим-то дворянин на войну и идет. Эффективный дворянин. Эффективный, безусловно, эффективный дворянин. Да, там конечно были настоящие радикалы, которые именно за чешский, что называется, народ сильно болели, доходя до крайности. Это Янжишко, в первую очередь, конечно. Решение Эффективный двор abgesổнений